Здравствуйте, уважаемые телезрители! Я Камала Валера Ахтемовна, руководитель детского театра Казанского федерального университета «Радуга». Сегодня мы с вами поговорим о том, что из себя представляет детский театр и в чем состоит его театральная деятельность. Проблема патриотического воспитания подрастающего поколения обретает сегодня особую значимость, ведь воспитание патриота, гражданина – это залог нашего гарантированного будущего, будущего наших детей и всего нашего общества. Поэтому сегодня перед семьей, перед школой, в том числе и начальной школой, стоит задача воспитания патриота России, ответственного человека, способного самостоятельно оценивать и строить свою деятельность в соответствии с интересами своей Родины, общества, государства. И решение этой важной задачи связано с формированием духовно-нравственных качеств младших школьников и, прежде всего, формированием патриотизма и гражданственности. Перед детским театром стоят и свои задачи. Это приобщение детей к отечественной, зарубежной театральной культуре, к литературе, драматургии, то есть к огромному духовному наследию России, Республики Татарстан и ко всей мировой культуре. Формирование гармоничной личности на наших традиционных культурно-нравственных ценностях Отечества, утверждение семейных ценностей в сознании детей, развитие творческой активности и привлечение детей к занятиям творчеством, литературой, театром. Детский театр принимает детей от 7 до 11 лет, то есть в основном это возраст, который определяется возрастом детей, которые учатся в начальной школе. Театральные труппы детского театра состоит из 15 детей. Кроме этого в детском театре есть студенты-наставники, это будущие педагоги начальной школы, которые помогают детям освоить их роль, выучить слова, отработать выразительность чтения, сценическую речь и сценическое движение. Поэтому каждому ребенку представлен свой индивидуальный наставник, студент, который обучается по соответствующему профилю начальное образование и иностранный английский язык. Общее число студентов-наставников варьируется от 10 до 15 человек. Состав студентов-наставников каждый год обновляется, приходят новые студенты-наставники. Таким образом, через школу наставничества в детском театре за 7 лет его существования прошли студенты многих академических групп Института психологии и образования Казанского Федерального университета. Сейчас они работают педагогами начальных классов в нашей регионе, в Казани и в Республике Татарстан. Это фотография, которая является визитной карточкой нашего детского театра, которая как раз приглашает в нашу аудиторию, где проходят занятия по субботам, с детьми, где мы учим детей актерскому мастерству, актерским техникам и репетируем. Это наш логотип театра «Радуга». Уникальность детского театра «Радуга» не вызывает никаких сомнений, потому что именно вот в нашем театре дети получают необходимые знания, навыки, умения, компетенции, которые необходимы им будут в реальной повседневной жизни. Они учатся быть ораторами, они учатся быть актерами, они учатся быть декораторами, они учатся общаться друг с другом, учатся взаимодействовать с людьми разного возраста, социального статуса. Они учатся быть патриотами и гражданами своей страны. И постепенно от занятия к занятию формируется личность младшего школьника, человека, который любит свое отечество, любит свою страну, который принимает судьбу отечества как свою личную и понимает, что быть патриотом – это очень ответственно. Дети младшего школьного возраста в нашем детском театре получают на занятиях огромное интеллектуальное, эмоциональное, психическое, эстетическое, нравственное развитие. Наблюдается развитие эмоционального интеллекта детей, рост личностного потенциала младших школьников. И об этих изменениях говорят и учителя, где учатся дети, и родители наших детей. Дети выступают на открытых площадках, различных конференций и форумах различного уровня, начиная от республиканского и заканчивая международным уровнем. И таким образом дети получают опыт выступления перед разными людьми на больших площадках, опыт коммуникации, социального взаимодействия. И это положительно сказывается на социализации ребенка и на воспитании младшего школьника, на воспитании его таких личностных качеств, как общительность, открытость, умение подать себя, умение взаимодействовать с другими людьми. Уникальность детского театра «Радуга» еще и в том, что занятия по актерскому мастерству в детском театре ведет кандидат педагогических наук, доцент кафедры начального образования, специалист в области детства, имеющий большой опыт работы с детьми как в общеобразовательной школе, так и в высшей школе, и большой опыт работы с детьми младшего школьного возраста. Особенность нашего детского театра в том, что на протяжении вот этих семи лет была создана модель взаимодействия педагог, студент, учащийся родитель, которая помогает нам как раз в процессе репетиции и постановки спектаклей достичь большего эффекта, большей убедительности, большего эмоционального влияния и на детей, и на студентов, и на родителей. То есть мы работаем как одна сплоченная творческая команда. Это педагог, студенты, дети и родители, и даже прародители детей. В чем же конкурентные преимущества нашего детского театра перед другими детскими театральными студиями? Я считаю, что это прежде всего то, что мы подходим к обучению детей с точки зрения вот такой научно-методической и практико-ориентированной. То есть мы учимся анализировать действия персонажей, учим излагать свои мысли, фантазировать, свободно мыслить, говорить, сочинять. Это влияет на развитие речи детей, на развитие их мышления, формирует речевые навыки, актерские навыки и в целом вообще воспитывает личность. Дети становятся более открытыми, более свободными в изложении своих мыслей, свои позиции. И это выгодно их отличает от других детей, которые не посещают наш детский театр. Детский театр Казанского федерального университета «Радуга» за семь лет своей работы показал большое количество интересных спектаклей, ярких представлений, театрализаций, литературно-музыкальных композиций, в которых каждый юный артист нашел свою роль, нашел себя, обрел свое «я» и прошел такой долгий путь от неопытного и неуверенного в себе ребенка до настоящего актера. Поэтому многие дети занимаются не только один год, но приходят и записываются и на второй, и на третий год обучения в детском театре «Радуга». Изучая литературные произведения разных жанров и художественных направлений и таким образом вживаясь в роль литературного персонажа, дети лучше понимают характер этого героя, учатся видеть и понимать прекрасное, тонко чувствовать и переживать за героя, таким образом переживать за людей, понимая человеческие эмоции, человеческие чувства, взаимодействуют друг с другом в детском коллективе и даже пишут свои собственные произведения, стихотворения, а некоторые даже и сценарии к детскому спектаклю. И меняется постепенно отношение к родине, к малой и большой родине, к отечеству. Формируются нравственные ценности, такие как доброта, человечность, умение прийти на помощь, сочувствие, понимание, эмоциональность, товарищество, уважение к людям, любовь к родине, любовь к своему городу, к своей школе, к своей семье, к своему детскому театру «Радуга» и даже к Казанскому федеральному университету. Прежде чем поставить спектакль, мы изучаем материалы по истории вообще возникновения театра, историю России, историю Республики Татарстан, историю Казанского федерального университета. Мы читаем литературные произведения, анализируем их, и для них это очень интересно, потому что это знания энциклопедические, они дают развитие ребенку, и ребенку интересно. Дети при этом получают навыки взаимодействия, то есть они работают парами, они работают в малых группах, в больших творческих группах, и это тоже влияет на уровень их развития, уровень социализации и навыков общения. Дети получают навыки общения с разными людьми, потому что в нашем детском театре дети собраны из разных школ города Казани. Они не учатся в одном классе, и поэтому им приходится пройти этап, когда они привыкают друг к другу, узнают друг друга, взаимодействуют и даже начинают дружить друг с другом. И это тоже большой плюс. При всем при этом дети еще знакомятся со студентами-наставниками, и тоже идет этап вот такого и привыкания, и узнавания, и этап приобщения к другой среде, потому что они находятся в Институте психологии образования, они находятся в Казанском федеральном университете. И эта образовательная среда, она отличается от их школьной среды. Им приходится знакомиться с родителями других детей, разговаривать с ними, общаться. И это тоже большой плюс, потому что идет взаимодействие людей разных поколений. Дети знакомятся с Казанским федеральным университетом, его историей, традициями, преподавателями Казанского федерального университета. И это влияет, косвенно влияет на выбор будущей профессии ребенка, юного актера. И многие школьники уже заявляли, что они хотят поступать Казанский федеральный университет. И надо сказать, что некоторые наши дети одновременно посещали и малый университет Казанского федерального университета. То есть они по воскресеньям учились на лекциях, на занятиях известных профессоров Казанского федерального университета. И даже были юными профессорами, им дали такое звание после того, как они год обучались там. И наш известный выпускник, Рысаев Тимур, прошел все этапы взросления в нашем детском театре, потому что он почти шесть лет посещал этот детский театр. И сейчас он учится войти лицея Казанского федерального университета и является автором-разработчиком по робототехнике. И это тоже, вот эти его достижения, они не случайны. На них вот именно повлияло то, что он был в такой развивающей среде детского театра. И об этом говорит он сам и его родители. Созданный на базе Института психологии образования детский театр вначале был нацелен на приобщение к театральной культуре детей-преподавателей университета и сотрудников университета. Но постепенно мы расширили рамки нашего детского театра. И сейчас мы принимаем детский театр всех желающих детей. С детьми, которые посещают наш детский театр, проводятся анкетирования, диагностические срезы по уровню развития актерских способностей. Обычно диагностика состоит из шести блоков. Это насколько развита у ребенка такая компетенция, как знание основ театральной культуры, речевое развитие, эмоционально-образное развитие, музыкальное развитие, основы изобразительно-оформительской деятельности и основы коллективно-творческой деятельности. Опыт развития творческих и актерских способностей детей и воспитания патриотизма и гражданственности детском театре «Радуга» неоднократно обобщался и на всероссийских методологических семинарах, и на всероссийских научно-практических конференциях, на международных научных форумах и более всего на международном форуме по педагогическому образованию Казанского федерального университета, когда наши дети стали выступать перед российскими и зарубежными гостями уже начиная с 2018 года. И вот последнее выступление было в мае 2023 года, когда мы в Большом актовом зале Института психологии образования перед огромным количеством гостей и зарубежных и российских показали спектакль «Юные герои Великой Отечественной войны». Опыт работы детского театра «Радуга» был представлен на всероссийском конкурсе «Растим патриотов России. Живем и помним», который был посвящен 75-летию Великой Победы Советского Народа в Великой Отечественной войне. Опыт работы детского театра по воспитанию патриотизма и гражданственности был представлен и на Всероссийской конференции в Общественной палате Российской Федерации в Москве в 2021 году на Международном фестивале школьных учителей в августе 2022 года в Елабуге. Кроме того, идет взаимодействие детей и воспитание семейной культуры младших школьников. Дети так или иначе, общаясь со своими родителями, бабушками и дедушками, которые приводят их на занятия в детский театр, которые смотрят, как проходят репетиции в детском театре, которые являются зрителями в дни показа, премьерного показа наших спектаклей. Это такая нить, вот и связующая нить поколений, которую трудно объяснить словами, но это именно вот та преемственность семейного опыта, гражданского опыта, которое есть в нашем детском театре. В первые же дни, как только дети поступают к нам в детский театр, мы обязательно организуем экскурсии в музей истории Казанского университета, музей-квартиру Николая Ивановича Лобачевского, в учебную аудиторию, где учился Лев Николаевич Толстой. То есть дети вот сразу начинают понимать, что они находятся в огромном федеральном университете, который обладает великой историей. И возникает чувство гордости за университет, за то, что они будут заниматься театральным искусством именно здесь, в Казанском федеральном университете. Идет изучение истории семей младших школьников, актеров детского театра. И изучается история вообще театра и театров города Казани. Изучается история республики Татарстан. Формируются нравственные ценности, нравственный идеал младших школьников. Кстати, это требование тоже прописано в Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования. И это очень важно уже с молодых ногтей воспитать в ребенке. Тот нравственный идеал, который был бы путеводной звездой для ребенка, то есть на кого он хочет быть похожим в жизни, какого героя он считает своим идеалом. И мы стараемся, чтобы вот таким нравственным идеалом для наших детей были великие люди. Где же и когда выступали наши дети, на каких площадках? Вот на этом слайде вы видите, что прежде всего это был Всероссийский форум студенческих объединений по патриотическому воспитанию молодежи. Это праздновать Дня Победы в Музее истории Великой Отечественной войны в Казанском Кремле, когда дети выступали среди музейных экспонатов в музее. Выступление со спектаклем «Юный герой Великой Отечественной войны» тоже уже повторное, но в 23-м году в Музее истории Великой Отечественной войны в Казанском Кремле. Всероссийский форум руководители молодежных организаций вузов России и на Международном форуме по педагогическому образованию, начиная с 2018 по 2023 год. Спектакль «Виват КФУ» был посвящен 40-летию Музея истории Казанского федерального университета, и мы показывали его как раз в стенах Музея истории КФУ. Очень большое, грандиозное выступление нашего детского театра было 2 декабря 2019 года на международной конференции по присуждению премии имени Лобачевского «Лучшему математику мира». Выступление было посвящено 215-летию Казанского университета и дню рождения ректора Казанского университета Симонова. Наши дети постоянно участвуют в международных конкурсах видеофильмов, спектаклей младших школьников «Золотая маска», «Здравствуй, детский театр» и занимают призовые места. Спектакли нашего детского театра неоднократно транслировались по различным телеканалам. Это и телеканал «Эфир», ТНВ «Новый век» и, конечно же, наш канал «Универ-ТВ» Казанского федерального университета. Спектакли нашего детского театра очень интересные, очень глубокие. Они показывают действительно не просто какую-то конкретную историю, события, а они показывают судьбу России, они показывают судьбу человека. И вот именно это прослеживается в спектакле, который мы показали четыре раза. Это «Юный герой Великой Отечественной войны». Этот спектакль был показан сначала на уровне института для студентов и преподавателей, институт психологии и образования 22 марта. 24 марта мы показали его в Казанском Кремле, в музее истории Великой Отечественной войны. 23 мая мы показали его на международном форуме по педагогическому образованию, где зрителями были более 150 человек. И самое большое и важное для нас выступление было 4 октября 2023 года, когда мы показали этот театр перед экспертами, приехавшими оценивать уровень нашего детского театра по результатам конкурса всероссийского, от учителя к ученому дорогами гражданственности. Экспертная комиссия как раз оценивала уровень присуждения места и достойны ли мы, чтобы наш опыт был вписан в живую педагогическую энциклопедию Российской Федерации. Для нас было большой и значимой датой и событием то, что мы осмелились принимать участие в этом всероссийском конкурсе от учителя к ученым дорогами гражданственности. И заняли первое место в Российской Федерации в номинации моя педагогическая инициатива по теме воспитания патриотизма и гражданственности детей младшего школьного возраста в детском театре КФУ «Радуга». И мы теперь можем похвалиться, что опыт детского театра вписан в живую педагогическую энциклопедию России. Дети вначале ставят спектакли более простые, и опыт нашего детского театра говорит о том, что это очень эффективная такая методика, когда мы начинаем с фольклора, допустим, «Наша веселая ярмарка» или «Царевна-легушка», потом переходим к произведениям классиков детской литературы, например, по произведениям Льва Николаевича Толстого «Детство, отрочество» и «Три медведя» мы показали единый большой спектакль, состоящий из нескольких частей «Счастливая, счастливая, невозвратимая пора детства». Спектакль о героях Великой Отечественной войны «Мы патриоты своего Отечества». Спектакль о преподавателях Казанского федерального университета, которые воевали в годы войны. Мы показали спектакль «Виват КФУ» три раза. Он тоже был очень любим зрителями. Грандиозный спектакль «Россия мне раскрыл» в стебе «Казанский университет», который был показан в императорском зале Казанского федерального университета. И как раз взаимодействие детей и родителей мы продемонстрировали на уникальный квест-игре, которая была посвящена юбилею Льва Николаевича Толстого. И эта игра проходила в аудитории, где учился Лев Николаевич Толстой на юридическом факультете в нашем университете. И вот в этой огромной аудитории семь команд, одна из семи команд – это дети нашего театра. Мы провели огромную игру на знания детских произведений, написанных Львом Николаевичем Толстым. Была очень интересная игра. И участвовали в команде не только дети, но и родители. Это было одно из условий этой игры. Спектакль «Юный герой Великой Отечественной войны» и спектакль «Я люблю тебя, Россия». Вот как раз к нему мы сейчас начинаем подготовку. Этот спектакль посвящен 220-летию Казанского университета. Это для нас юбилейная дата тоже очень много значит. И этот спектакль посвящен еще и году семьи Российской Федерации. Ну и были спектакли очень красивые, очень эмоциональные, необычные по произведениям Маршака, Алексея Толстого, Валентина Катаева, Андерсона, Гераскина и братьев Гримм. Прекрасные спектакли, которые стали ярким событием и для детей, и для зрителей. Перед вами некоторые афиши, которые выполняют наши студенты-наставники. Они их изготавливают и помогают им наши дети, юные актеры. Вот это афиша к спектаклю «Кошки дом». Это фотографии наших спектаклей. Это 2017 год «Кошкин дом», ТНВ «Новый век» приехали к нам, берут интервью у наших юных актеров. И что отрадно, наши дети умеют отвечать на неожиданные вопросы, рассказывать и давать интервью. И конечно же на наших спектаклях всегда бывают почетные гости. Это директор нашего института психологии образования Калимулина Идармин Масурович. Он детей награждает, он видит их развитие. И это тоже для нас большой плюс и мотивация для дальнейшей деятельности. Вот афиша фольклорного спектакля «Наша веселая ярмарка», который мы показали на трех языках. Русском, татарском и английском. То есть там были произведения русского, татарского и английского фольклора. Русские, татарские и английские сказки, которые мы инсценировали. Русские, татарские и английские колыбельные песни, которые мы исполняли. И даже танцы народные. Необычный был спектакль, современный. Это путешествие в 30 век. Детям тоже очень понравилось, потому что они исполняли роли различных любимых им героев мультфильма, русских и зарубежных сказок. Очень интересный сценарий. И большое количество было у нас тогда детей. Это 2018 год, когда в труппе было 17 детей. Но самый трогательный и трудный для постановки был спектакль по классическим, уже хрестоматийным произведениям детской литературы. Это детство и отрочество. Здесь нужно было погрузиться в XIX век, и современные дети погружались в эту эпоху. Как Лев Николаевич Толстой поступал в Казанский университет, жил в Казани. В общем, история его учебы в Казанском университете, создание детских произведений и так далее. Трудным моментом является всегда постановка танцев. Но мы и этого результата тоже достигаем. Мы учим детей вальсировать. У детей получается, конечно, не сразу, но мы достигаем успеха. И вот здесь, на этой фотографии, вы видите, что в спектакле по творчеству Толстого как раз дети танцуют вальс. Это афиша спектакля «Мы патриоты своего Отечества». И вот фотографии, которые показывают, как дети погружались в роль глаза, их воодушевление, их одухотворенность. Это одни и те же дети, но посмотрите, на разных площадках раз от раза они выглядят совсем по-другому. Это музей истории в Казанском Кремле, где мы выступали. Это музей истории Казанского университета, где дети тоже выступали. И здесь, вы видите, дети стоят во фраках, потому что они играют и изображают, и показывают реальные исторические события, которые были в Казанском императорском университете. Поэтому они исполняют роль здесь и Лобачевского, и Симонова, и Фукса, и Магнитского. То есть здесь полное погружение и в XIX век, и в историю научных открытий Казанского императорского университета. Ну а это император Александр I, который провозглашает указ об открытии 4 ноября 1804 года Казанского императорского университета. Наши актеры вот в императорском зале. Это спектакль «Россия мне раскрылась, тебе Казанский университет». Это было большое событие в жизни детей. Они до сих пор это помнят, вспоминают. Но и перед тем, как мы вот готовили большой спектакль о Великой Отечественной войне, мы были и уже вторично в обновленном музее истории Великой Отечественной войны в Казанском Кремле. И видите, мы не только дети, но и родители присутствуют. Мы провели весь день в этом музее. Перед нами выступал и сам директор этого музея-мемориала Великой Отечественной войны. И экскурсоводы, которые рассказывали. И было очень интересно. Вот идет погружение в подвиг народа в Великой Отечественной войне. Потому что дети потом это должны показывать через свою роль в спектакле детском. Это 2023 год, спектакль «Юный герой Великой Отечественной войны», который мы уже показали четыре раза. Это уже другая труппа детей, но они второй год занимаются в детском театре, им нравится. И некоторые хотят поступать повторно, уже в третий раз, с 1 сентября 2024 года и заниматься тоже актерской деятельностью. Вот спектакль «Снежная королева», который всем понравился. Спектакль «Бременские музыканты». И для нас это был первый опыт постановки музыкального спектакля, потому что детям нужно было петь за каждого из этих героев. И мы очень много репетировали. Но у детей получилось все прекрасно. Мы сотрудничаем со многими структурными подразделениями и Казанского федерального университета, и музеями Республики Татарстан, и другими людьми, которые любят театр и которые готовы помочь детям. Я приглашаю наш детский театр, всех, кто хочет заниматься. Повторюсь, что это дети от 7 до 11 лет. Ждем в нашем детском театре «Радуга». Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова